Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы разберем функцию сумм-если от а до я. Какие бывают вариации ее использования, в каких случаях и где. Первый пример, на котором мы с вами остановимся, это простейший пример написания функции сумм-если. Для этого мы пишем сумм-если. Shift-F3 это переход в аргументы функции или же можно нажать на fx. Далее нам необходима сумма оплат по городу отправителя Тулу. То есть первый диапазон это диапазон с условием. Мы выделяем диапазон город-отправитель. Далее указываем критерий, который можно ввести двумя способами. Первый способ это ручную, как я сейчас сделал, и второй способ через ячейку. И третий аргумент это диапазон суммирования. То есть у нас есть три критерия. Это диапазон условия, критерий и диапазон суммирования. Давайте проверим результат. Да, видите, у нас в желтой ячейке отмечены город Тула. Сумма 27.014. Все верно. Второй пример написания сумм-если. Это когда мы значения с критерием будем брать из ячейки. Также указываем диапазон, в котором находится критерий. То есть город-отправитель. Критерий сам. Это у нас Тула. И диапазон суммирования это сумма оплат по городам. Ок. Как мы видим, результат идентичен. Значит, мы решили правильно. Второй пример. Это использование функции сумм-если множественная. Поэтому давайте напишем функцию. Сумм-если множественная. Множественная обозначает, что у нас есть множественные условия. Первый у нас идет диапазон суммирования. То есть диапазон, в котором мы будем проводить суммирование. Далее идет диапазон условия. Диапазон условия у нас находится город-отправитель. Первый диапазон условия. И сам критерий это Тула. Далее идет номер недели. Нам необходим первый. Обратите внимание, что порядок при задавании критериев через сумм-если не важен. Теперь давайте попробуем разобраться, чем же отличаются функции сумм-если и сумм-если множественные. Во-первых, они отличаются описанием. Где если сумм-если, у нас описан диапазон. Хотя на самом деле это диапазон условия. Критерий это условие один. И диапазон суммирования там и там прописано правильно. То есть где можно запутаться? Диапазон условия не прописан сумм-если. И критерий равен условию. И конечно ставший традиционный уже лайк рубрика. Отметьте пожалуйста в комментарии ваше мнение о данном видео. И мы продолжим. Далее нам необходимо использовать функцию сумм-если. Как используют ее банковские работники. В данном случае у нас есть номер посылки, по которому нам необходимо определить номер недели. Для этого мы напишем функцию сумм-если. Далее перейдем в аргументы функции. И укажем диапазон критерия. Диапазон критерия это столбец А. Сам критерий это номер посылки. И диапазон суммирования это номер недели. Обратите внимание, если мы сейчас через Ctrl-F найдем нашу ячейку. То номер недели в ней действительно будет 11. В каких случаях данный лайфхак не сработает, в таких, когда если искомое значение у нас не имеет формат числа, будет просто ошибка. И второй пример, если бы номер посылки у нас повторялся. Да, тогда бы у нас получилась сумма недель. Это конечно тоже не подходит. Это ограничение, которое нужно понимать при начале использования данного трюка. Четвертый пример. Нам необходима сумма оплат по коду страны SVX. Обратите внимание, то что SVX у нас написано через дефис. Да, как в таком быть случае. Для этого мы используем функцию суммесли. Также открываем диапазон условия. В данном случае это. Далее, с самого условия нам необходимо записать такую формулу. То есть SVX, которую мы в свою очередь сцепим со звездочкой. Звездочка в данном случае обозначает какое-то количество знаков после SVX. Есть. Если нам необходимо скопировать формулу, мы скопируем ее без равно, потому что обе ячейки не сместились. Второй пример. Нам необходимо найти сумму оплат по коду страны SVX России с цифрами. Вот, допустим, как вот эти две ячейки. 11 и 12. Для этого за место данного аргумента можно поставить три вопросительных знака. То есть это будет сумма по этих двух ячеек. Потому что после SVX у нас идет три знака. Вопросительный знак – это один любой знак. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Ставим лайки. До следующего четверга. До свидания. Продолжение следует...